Это огромные возможности, которые вот так прям сразу, может быть, даже мы не воспринимаем. Но когда мы поймем сильно, насколько масштабно нас поддерживает компания в трудные времена, вот тогда приходит осознание, насколько сильный партнер с нами в бизнесе, насколько мощный партнер, который адекватно реагирует на давление внешней среды, вот всех этих факторов, которых сейчас так любят говорить СМИ. Поэтому, друзья, поздравляю вас с тем, что мы находимся в правильном месте, в правильное время. И сейчас все, что нам нужно сделать, это правильно запланировать 2015 год. Потому что 2015 год – это, с одной стороны, очень интересное время, очень непростое время для многих людей. Ну, по сути, сейчас разворачивается кризис. С другой стороны, ну, как вы уже знаете, кризис, он всегда несет в себе массу возможностей. Кризис – это такая вот проверка на прочность, это все слабые места у всех в любых бизнесах, в любых работах, в любом получении дохода, они будут выявлены. И, соответственно, этой обратной связи человек сделает выбор, что же он будет делать дальше. Я очень рада вас здесь всех видеть, потому что вы как раз те люди, которые делают выбор развиваться, расти, создавать свои команды, помогать людям вокруг себя. Поэтому, что ж, посмотрим, что мы с вами можем сделать в 2015 году. Следующий слайд у нас в «Ардсен». Надеюсь, сейчас мы его уже все увидим, потому что та квалификация, которую мы с вами обычно создаем, и та квалификация, ради которой люди приходят в сетевой бизнес, ради вот тех выгод, которые они уже получают на этом уровне в сетевом бизнесе, в нашей компании она называется «Лидер организации». «Лидер организации» – это цель, очень достойная цель на этот год. Она совпадает с главным промоушеном компании по поводу круиза. То есть вы знаете того, чтобы поехать в круиз, прекрасной компании других лидеров ЛР. Нужно достичь квалификации лидера организации и построить еще, помочь трем людям в ширину, стать младшими менеджерами, подтвердить эту квалификацию три месяца, причем не обязательно подряд. Важно ли, чтобы это все было в 2015 году, а то, что мы можем, от квалификации лидера организации. Кроме всего прочего, по достижению этой квалификации у нас еще открывается очень много разных возможностей. То есть вот вы здесь можете видеть на этом слайде все возможности, которые предоставляет эта квалификация. Конечно же, это академия в Германии. Это даже целых две академии. Одна у нас происходит при закрытии квалификации лидер группы. Тогда вы едете на завод Вален, можете смотреть наше производство и получаете уже образование, академию АТЛР, соответствующую вашей квалификации. Сам Томас Херсон и кто-то из приглашенных, может быть, это платиновый лидер организации, может быть, это золотой лидер организации, кто-то из топ-лидеров компании, рассказывают нам о том, каким образом верно строить бизнес дальше. Рассказывают нам о том, каким образом из маркетинг-плана, как устроен наш маркетинг-план, чтобы получать наиболее серьезный доход. Кроме всего прочего, на этой квалификации есть еще одна поездка в Германию, город Бремен, на академию лидеров организации. Это на заводе Мерседес. И, честно вам скажу, просто желаю вам всем там оказаться как можно быстрее, потому что, ну, вот это, для меня это была одна из самых ярких поездок. Друзья, кроме всего прочего, здесь, конечно же, есть Галабал. Галабал – это такое ежегодное традиционное мероприятие, куда мы имеем честь быть приглашенными, начиная с уровня лидера организации, причем туда приглашаются еще часто очень люди в открытых квалификациях лидера организации. Это, конечно, фантастическое событие, которого мы ждем каждый год. И, разумеется, вот такой стиль жизни – это уже президентский стиль жизни. И, конечно же, автомобиль, который вам оплачивает компания, он уже начинает соответствовать тоже этому стилю жизни – это Мерседес. То есть Мерс как разец того, что действительно уже ваше достижение. То есть на этом, ну, для того, чтобы выполнить лидера организации, нам необходимо сделать следующие условия. Они у нас прописаны в маркетинг-плане, вы все уже, я так полагаю, их знаете. Если вы еще новичок и не очень понимаете, что обозначают условия, вам стоит проговорить эту квалификацию со своим наставником в ближайшее время. Ну так, нам нужно 24 тысячи баллов общего оборота, 12 бонусных линий, либо же 1 21% группу и 12 тысяч баллов остаточного оборота. Все по-прежнему 12 бонусных линий. Разумеется, личный оборот должен быть 100 баллов и более. 6 месяцев подряд подтверждается квалификация. В общем, это прекрасная цель на год. Это абсолютно реально достичь за год. На самом деле, такой высокий уровень, ну вот, и такой, в принципе, небольшой период, как год, с одной стороны, это фантастика. С другой стороны, у нас уже есть ряд историй, людей, истории у нас. Очень многие люди делают это именно в такой период. В любом случае, это может быть прекрасной целью. Я предлагаю вам эту цель взять на год. Если же вы сейчас находитесь в более высокой квалификации, ну, например, у вас сейчас квалификация лидер группы или уже лидер организации или старше, классной целью будет создавать лидера организации в новом обороте. Это даст вам отличный темп просто на этот год. Вот, друзья мои. Ну, хорошо. Допустим, мы с вами запланировали эту цель как такую большую путеводную звезду. Ну, она обоснована, потому что благодаря ее достижению вы попадаете в круиз. Все остальное у вас и так будет, в случае, при любом раскладе. А круиз – это только в 2015 году. Поэтому. Но Москва же не сразу строилась. И, разумеется, мы начинаем этот строить бизнес поступенчато, постепенно. И одной из первых целей, которые будут уже в направлении лидера организации, это будет цель стать младшим менеджером. Ну, не все сразу у нас. У нас все начинает развиваться потихоньку. Компания растет, когда есть семечки. Значит, большие цели. И потом пошагово их увеличивая, мы уже приходим к цели лидера организации. Таким образом, я предлагаю вам, учитывая все наши промоушены, все сильные новости от компании, на январь поставить цель стать младшим менеджером от АЛР. Друзья, на самом деле, учитывая вот все эти акции и учитывая то, насколько сильно нас компания поддерживает в этот момент, ставить цель на январь меньше, ну, может быть, и можно, но смысла так особо не нет. Поэтому, на самом деле, я предлагаю, у нас с вами есть все для того, чтобы выполнить эту квалификацию в январе. Что нужно для этого сделать? Оборот 4000 баллов – это групповой оборот. Я прошу вас заметить, не общий, не личный, а именно групповой оборот нашей команды. Три бонусные линии, как минимум, и личный оборот от 250 баллов. Разумеется, чтобы квалифицироваться на получение Volkswagen Pool, нам необходимо будет три месяца подряд поддерживать этот уровень и выше. Но вообще, конечно же, нам нужно расти в квалификации в течение этих трех месяцев. Каким образом? Обычно мы открываем автопрограмму, становимся младшим менеджером. Как правило, это происходит следующим образом. То есть, для того, чтобы выполнить квалификацию младшим менеджером, нам нужно понять, кто из наших партнеров будет делать быстрый старт в нашей команде. Ну, это логично. Поговорить с нашими партнерами об их целях, об их планах. Поддержать этого человека в том, чтобы он сделал свой быстрый старт. Плюс создать 2000 баллов нового оборота в группе и, разумеется, 250 личных баллов. Кроме всего, почему квалификацию выполнять именно в январе? Дело в том, что в феврале месяце по всей России пройдут наши системные академии. Академия для младших менеджеров. 21-22 февраля в разных городах, в разных регионах у нас пройдут эти обучения. Это специальная академия для младших менеджеров, на которой мы будем помогать людям уже создавать более высокие квалификации, на которых мы дадим очень базу для того, чтобы вырасти дальше и чтобы прийти по итогу года к цели лидер организации. Именно на этом обучении вы получите все необходимые знания и инструменты, чтобы выполнять более высокие цели. Поэтому сейчас, в январе, открыть младшего менеджера означает быть квалифицированным на эту академию. Это очень важная новость, это очень важный момент. Его нужно обязательно учитывать. В Украине, конечно же, будут проходить, и в Казахстане они тоже будут проходить. Я прошу прощения. Разумеется, все будет организовано. И обратитесь к своему лидеру организации, уточните, где в городе будет проходить ваша академия для младших менеджеров. В любом случае, в январе, именно в январе, нам нужно запланировать квалификацию младший менеджер с тем, чтобы получить соответствующее обучение в феврале. Это даст нам мощный трамплин вырасти уже в первой половине 2015 года. Соответственно, это заложит фундамент вашего лидера организации и вообще бизнеса с СЛР. Это очень важный момент, и поэтому нужно фокусироваться на нем прямо сейчас и не выпускать ни одного денечка января с тем, чтобы выполнить эту квалификацию. Что же нам может помочь с этой целью? Ну, разумеется, инструменты. То есть, самый главный инструмент для планирования, как вы помните, как вы знаете, я надеюсь и верю использовать этот инструмент. Если у вас его еще нет, то вот прям заполненного на январе вы можете его найти в руководстве. Напишите, пожалуйста, в чат, у кого уже приобретено руководство. Руководство, которое выпустила система не так давно, мы это сделали в октябре. Отлично. Вот у кого уже есть, у вас там есть 12 планировщиков. Всего оттуда. Если у вас пока еще нет руководства, я предлагаю следующим образом. Вы можете скачать для себя этот планировщик из 10 шагов, это шаг номер 5. С другой стороны, ну, знаете, как-то странно строить большой бизнес без базовых инструментов. В ближайшее время необходимо собрать заказ со своих партнеров, свой собственный на руководство и заказать руководство на сайте s21tools.ru. Это наш системный сайт, где можно заказывать все руководства и чтобы они у вас были. То есть, пока вы скачиваете из шагов и обязательно сразу заказывайте руководство. У вас был этот инструмент, потому что это золотой инструмент развития бизнеса. Да, вот спасибо тем, кто пишет цены. На самом деле, при приобретении оптом это даже будет для вас выгоднее. Вот, друзья мои. Что мы будем делать с планировщиком? Необходимо заполнить самостоятельно дома. Это первый вариант. Второй вариант. Как вы знаете, ваши спонсоры уже рассказали вам об этом. Плюс еще у нас было очень много информации. Важнейшие бизнес-дни пройдут 4-5 января. Они пройдут во всех крупных городах, где поставлена система обучения, наша система обучения. И 4-5 января, уточните обязательно, в вашем ли городе пройдет этот бизнес-день или это может быть соседний город от вас. Мы на этих бизнес-днях будем заниматься практикой. Мы лично уже проработаем заполнение планировщика. Делайте, что ваша команда присутствовала по максимуму, потому что только те люди, которые вовремя, в самом-самом начале года смогут запланировать большие цели и уже какие-то текущие цели на январь, только эти люди смогут преуспеть в этом бизнесе в этом году. А по сути это преуспеть в этом бизнесе вообще. Поймите, пожалуйста, что 2015. 2015 год – это год уникальных возможностей СЛР. Такого больше не будет. Это уникальный шанс, который нужно использовать прямо сейчас. Когда нужно стартовать в ЛР? Вчера, сегодня, прямо сейчас. И стартовать я даже не имею в виду подписать договор. Старт должен происходить у нас в голове. Это у нас в голове. И очень важно действовать прямо с самого начала. Поэтому как можно больше людей, своей команды приглашайте на бизнес-день. И сделайте так, чтобы они дошли до бизнес-день. Там мы сделаем право, пропланируем вашу квалификацию. Ну и разумеется, к этой квалификации, к этому планированию нужно подготавливаться самостоятельно. Если каким-то причинам у вас все-таки не получается попасть на бизнес-день, заполняйте планировщик сами. Обязательно пришлите его своему спонсору, своему наставнику, тому человеку, который вас в этом бизнесе, который будет вас вести. Обязательно покажите ему ваши цели, заявите ему о своих целях. И что еще самое важное? Вот во второй части планировщика вы видите действия, которые необходимо выполнять ежедневно. Это листок обратной связи для вас. Это таблица, в которой вы можете четко отслеживать, о чем вы живете на самом деле. Потому что очень часто нам кажется, что мы делаем очень много всего, но по факту это далеко может не соответствовать реальности. Так бывает, к сожалению, наш мозг нас может обманывать. Но вот этот листочек, он очень четко будет вам показывать картину, чем вы занимались весь месяц. И тогда не будет вопроса в конце месяца, почему произошло, либо не произошло, то или иное, ну вот какая-то квалификация с вами, например. Вот, поэтому обратите внимание на то, что нам необходимо учитывать, то есть это количество звонков, количество встреч, количество ваших партнеров на стартовых семинарах, проданы билеты на бизнес, как вы общаетесь с клиентами, как вы с ним развитием, как вы обучаетесь. Это чей-то момент развития бизнеса. Без него не получится построить серьезный бизнес. Не получится достичь вот тех больших целей, о которых мы с вами. Лидеры организации, беспланировщиков, ну, такого не бывает. Потому что, кроме всего прочего, в нашем бизнесе есть дубликация. Дубликация – это важная вещь, так как вы являетесь примером и образом вашей команды. Вы сами, то есть, используете вся ваша команда. Поэтому, если у вас сильный большой бизнес на миллиарды по долгу, то самые инструменты для этого нужно использовать продвинутые. К счастью, в нашей системе обучения, системе ВИН, они есть. А, конечно, что еще помочь? Открыть, делать квалификацию младшего менеджера именно в Январе. Вообще, в деле, спасибо, Андрей, большое. Спасибо тебе, Андрей, большое за эти потрясающие новости, которые ты нам мужественно рассказывал, несмотря на тревожные звонки. И, возможно, даже рисковал своей жизнью при этом. Но ты делал это абсолютно искренне для всех партнеров ОЛР. Такие новости невозможно не рассказать. Я сейчас еще разик хочу вас сфокусировать на том, что именно благодаря этим новостям мы можем выполнить квалификацию младший менеджер уже сейчас, уже в январе. Если у вас квалификация вышла, мы говорим про то, что вы делаете младшего менеджера в новом обороте. Новый оборот – это все новые линии этого года, вся глубина по этим линиям. И, кроме всего прочего, это еще и личный оборот. То есть сюда входит личный оборот, все новые спонсированные линии и все новые линии, которые спонсируются уже у этих линий в глубину. Таким образом, для того, чтобы получить два аромата, эксклюзивных абсолютно аромата, которые компания выпускает на 30-летие, нам нужно выполнить всего лишь 1000 баллов нового оборота. На самом деле, когда я узнала про 1000 оборота за два месяца, это совсем немного. Это, по сути, по 250, например, баллов каждый месяц, плюс еще спонсировать, я знаю, двух партнеров за два месяца. На самом деле, по большому счету, если мы строим большой бизнес, то это и не может быть такой самоцелью. То есть, по сути, об этой цели нужно говорить со всеми, со всеми, со всеми партнерами, клиентами, с любыми партнерами, потому что это классный приз, классный подарок, это обалденный, шикарный аромат. Кроме всего прочего, проектор, разумеется, для 500 победителей тоже может быть мотивацией, вот как раз уже для тех людей, которые стремятся быть лучшими, стремятся быть лидерами. Следующее, что нам может получить, это очень сильно совпадает с первым моментом. То есть, нам нужно выполнить 1000 баллов за два месяца. При этом, мы знаем с вами, вот сейчас загружается у нас слайд, надеюсь, вы его уже видите, что если мы выполняем 750 баллов в январе, слайд поставьте, пожалуйста, десятки, кто видит слайд. Ну или не десятки, давайте проверим этот момент. Не видно нам слайда, да? А, вот, все, загрузился супер, супер загрузился слайд, сегодня реально много. Нас больше 1700 человек в комнате было, сейчас немножко поменьше. Ну, практически 1700 человек, это очень хорошо, это очень хороший старт января. Так вот, друзья, по промоушену на MindMaster, вот 750 баллов нужно сделать именно в январе. То есть, представляете, 1000 баллов за два месяца, при этом, если мы 750 делаем, это в первую часть в январе, то мы получаем очень много подарков. И MindMaster, и Ежедневник, и Allover Box. Я предлагаю вам, вот, прям действовать на 100%. Я предлагаю вам просто взять и собрать все подарки. И не просто самому собрать все эти подарки, а помочь своей, каждому человеку, активному, каждому ключевому человеку эти промоушены выполнить. Прямо в ближайшее время пропланировать, каким именно образом вы будете это делать. За ключевыми людьми, вот, все эти моменты, прям вот по окончании этой школы, созвониться с ребятами, созвониться со своей командой, и запланировать, каким именно образом вы будете это делать. Потому что, если каждый ключевой человек вашей команды сможет выполнить эти промоушены, разумеется, у всех все будет хорошо с квалификациями. Это будет хороший, добротный, супер рост, отличное начало года. Следующий слайд у нас с вами загружается. Это из мошен, который мы можем финансировать, помочь в том, чтобы расти не просто январь, не просто февраль, а вообще весь год. Это программа лояльности, про нее Андрей рассказывал очень подробно. Обязательно проговорите со своими продавцами, что по итогу года они могут получить шикарное признание на сцене, что они смогут получить от компании значок, особый значок почета и сертификат. И кроме всего прочего, здесь есть, разумеется, просто финансовая выгода. Окей, двигаемся дальше. Следующий инструмент, очень важный инструмент, который у вас есть в распоряжении этого месяца, это специальное предложение. Специальное предложение, которое действует только в январе. Особенные цены, сильные продукты. Наблюдали акцию по гелям. Я так переживала, что она заканчивается в декабре. Мне очень хочется, мне очень понравилось работать с этим предложением в декабре, потому что многие партнеры, многие клиенты, они пользуют гель. Это нормально, абсолютно. Очень здорово, что у нас очень многие люди оздоравливаются с помощью ЛР. И вот эта подарочная упаковка плюс концентрат, фантастика. Фантастика то, что нам это продлили. И этот каталог, он действует именно январь. Про Россин, про серию Россин Андрей уже рассказывал вам. Кроме всего прочего, здесь есть шикарное предложение по чаю, что, учитывая сезон, для нас сейчас очень и очень актуально. Следующий слайд. Так, у нас следующий слайд уже не загрузится, потому что, в принципе, вот эти инструменты, я взяла основные, они как раз дают нам ту платформу, чтобы выполнить квалификацию младшего менеджера добротно, чтобы спонсировать новых людей в этот бизнес, чтобы помочь тем партнерам, которые у нас сейчас уже есть, выстроиться и команда. Самое главное для нас сейчас, вот в принципе, кто здесь присутствует, тот уже начал это делать. Стартовать вовремя. Стартовать вовремя, помнить о большой цели на год, лидер организации, помочь сейчас своим партнерам, при этом будет в ближайшем вашем городе, либо в вашем регионе 4-5 января, и заложить правильное начало 2015 года. Потому что 2015 год для многих команд станет годом прорыва, годом сумасшедшего роста, тем годом, когда мы просто покажем, каким образом правильный сетевой бизнес растет в кризисные времена. И, друзья, я уверена совершенно, что здесь в чате есть и люди, которые выполнят эти цели, которые построят именно сейчас сильные, мощные команды, которые дадут долгосрочное развитие вашему бизнесу, которые потом, ну, станет опорой и финансовой свободой для вас, для ваших семей, для очень-очень многих людей. Спасибо вам большое за внимание, я передаю слушаю на нашу главнику, как у нас действительно много, много, я просто когда-то, я нахожусь от этого позитивно в шоке, он уже, видимо, включился. Настя, я тебя слышал очень хорошо, жалко, что ты до конца не выразил все то, что ты хотела сказать. Так приятно получать комплименты от столь талантливого, прекрасного человека и фантастической красоты девушки. Спасибо тебе за часть планирования, спасибо Андрею Веденеву, я тоже отметил его такую огромную отвагу в работе с... на такой вот непростой момент, когда что-то происходит на заднем плане, не расфокусироваться и довести дело до конца. Ну что, друзья, добро пожаловать в 2015 год, всех тоже хотел бы поздравить с Новым годом, безусловно, для каждого из нас этот год станет одним из, наверное, самых таких твердых в течение многих лет в прошлом, в будущем, и этот год он расставит все на свои места. Как говорят люди, которые уже преодолели ни один кризис, ни одну сложную ситуацию, именно кризис показывает самые сложные, самые сырые моменты, которые есть внутри нас, именно кризис показывает наши недостатки, он открывает все эти непроработанные аспекты нашей личности. Ну и здесь либо вести себя как толпа, а это значит, что остаться бедным, быть бедным, думать как бедный, реагировать как бедный, вести себя как бедный, либо стать человеком другого порядка, когда вне зависимости от того, что происходит вокруг, ты делаешь именно то, что приводит тебя к успеху. Мы об этом будем говорить, будем говорить очень много в течение 2015 года, и этот год прежде всего станет колоссальной школой личностного роста для каждого из вас. Если и будет год в карьере в ЛР, который поможет вам стать тем человеком, который способен преуспеть очень серьезно в бизнесе, то это как раз 2015 год. Вот поэтому я отношусь к этому году с большим предвкушением. Естественно, я отношусь с предвкушением еще и потому, что этот год принесет нам огромное количество новых лидеров. Мы в обороте, мы вырастем в выплатах. В 2014 году мы выросли на 3,5 миллиона долларов в своем обороте. И я отмечал уже огромный рост нашей команды в Украине в процентном отношении. Не только в процентном, но и в финансовом. Потрясающий рост наших коллег, наших лидеров в Казахстане и, конечно, в России мы видели тоже группы, которые продолжали расти, несмотря на трудности. И, естественно, что именно опыт этих групп мы с вами будем передавать друг другу в 2015 году и он нам, поверьте мне, поможет. Давайте с вами начнем с того, что наш президент четырех звезд номер один в компании LR по выплатам. Его зовут Хольгер Кунат. Для тех, кто не знает, он уже больше 25 лет находится в LR и пришел когда-то простым школьником. И, как вы понимаете, он пришел не в первый год, он пришел на пятый год существования LR в Германии. И этот человек сейчас является самым высокооплачиваемым. Судя по тому, что в нашем чате есть несколько тысяч ключевых людей, то вполне возможно, кто-то из вас станет следующим Хольгером Кунатом. Кто-то из вас только пришел, а может быть, в вашей группе придет такой человек, который создаст следующую великую роль в компании LR. И, конечно, будут тысячи людей, которые просто смогут стать финансово свободными. Это уж, поверьте мне, не так и мало и не так и плохо. И все это просил вам передать Хольгер Кунатом, что он очень верит в то, что именно в наших группах появятся следующие Хольгеры Кунатом, появятся следующие топ-лидеры, которые затмят всех тех лидеров, которые сейчас делятся своим опытом. Я в это тоже верю. И то, что именно с той системой развития бизнеса, с темой обучения, которую мы сейчас делаем во многом благодаря Хольге Рукунату, миллионы людей получат шанс. И многие тысячи людей этим шансом воспользуются, станут партнерами LR. И, конечно же, будет колоссальное количество людей, которые получат пользу от компании LR. Вот такое вам послание, вот такое вам поздравление. Приходит буквально живое. Совсем недавно общался с Хольгером и Таней Кунатом. Больших успехов всем нам в 2015 году. Сама история Хольгера Куната, она отличается тем, что на протяжении всех 25 лет Хольгер рос в своем обороте. И совсем скоро мы об этом тоже немножко поговорим. Но сейчас я хотел бы задать вопрос вам. А какая новость из всех тех представленных сегодня является самой важной для вас? Вот давайте начнем с этого. Напишите, пожалуйста, в чате. Какая новость для вас оказалась самой важной? Самой важной. 5% цены, справочник, лидер организации, круиз, путешествие, повышение на 5% в Берлин, цены, горячий январь, все новости, Мерседес, путешествия, программа лояльности. Ну, видите, какие мы все разные, да? Как мы по-разному воспринимаем все то, что происходит. Я, с своей стороны, хотел бы с вами поделиться той новостью, которая стала для меня самой важной. И, может быть, для вас это будет очень неожиданно. Но самая главная новость, и это то, чему я безумно рад, это программа лояльности. Это то, когда ты в течение трех, например, январь, февраль, март, мы сейчас с вами находимся в январе, поэтому другие примеры мы не рассматриваем. Делаешь 250 баллов, затем получаешь примерно на 100 баллов еще подарок от компании LR. Ты можешь выбирать те продукты, которые ты заказываешь в следующий раз, это будет в апреле, и в апреле ты получаешь скидку примерно на 100 баллов, и ты выбираешь ту продукцию, которая тебе нужна. Что это означает для меня, для моей семьи? Это означает, что я по-прежнему доношу продукты до своих клиентов, а у нас благодаря тому, что наша супруга очень любит рассказывать о LR, есть клиенты, естественные и умные, есть личные клиенты, это обычно те люди, которые являются моими друзьями, я с ними встречаюсь, и им понравились продукты, кому-то я подарил продукты, кто-то не захотел заниматься бизнесом, кто-то получал от меня тест-пак. И мы делаем спокойно, понятное дело, что в прошлом месяце с подарками мы сделали 500 баллов с лишним, в этом месяце подарков не будет, но собственное потребление плюс заказы, наверное, 300-500 баллов, все равно мы это увидим, тем более есть конкурс, в котором я тоже, естественно, хочу победить. И это значит, что в феврале мы продолжим это делать и будут праздники, в марте мы продолжим это делать и будут праздники. И что это значит? Это значит, что начиная с апреля месяца компания, кроме того, что дарит нам скидку в 28%, кроме того, что я как лидер имею еще дополнительные 21% возврата, кто-то из вас имеет 3%, 6%, 9% – это большая экономия, то, что компания подняла цены всего лишь на 5%, это колоссальные инвестиции со стороны компании. И наши продукты, например, такая линия как рассин, на которой я вам рекомендую заострить внимание в этом месяце, она становится безумно доступной и конкурирует с теми ценами, которые есть в магазинах уже вплотную, несмотря на то, что в магазинах продукты со всякими парабенами и всякой говноприсадкой, которая в наших продуктах отсутствует. Так вот, представьте себе, что компания еще и является нашим спонсором. Компания теперь дарит моей семье зубную пасту на следующие 3 месяца, а у нас 5 членов семьи, ну и гости иногда приезжают. Компания дарит нам шампунь. Если мы возьмем линию Росин или возьмем линию Алоэ Вера, это на 100% вот я использую такой вот, знаете, шампунь Алоэ Вера вместе с гелем для душа. И большая часть нашей семьи тоже использует этот продукт. Ну, очень удобно, такая большая, хорошая упаковка, очень качественный, подходит для всех членов семьи. Естественно, компания нас обеспечивает мылом. Компания вполне возможно обеспечивает и другими продуктами. Но даже этих трех продуктов более чем достаточно. Вы должны четко понимать, что, например, вот у нас благодаря компании LR 4 санузла в доме. Слава Богу, что мы связали свою жизнь с LR и развиваем бизнес, мы смогли построить шикарный дом. И когда вы построите карьеру Вала, может быть, это произойдет через 5 лет, через 10, через 15 лет. В нашем случае это произошло через 15 лет после того, когда мы стали заниматься бизнесом. 15 лет потребовалось, чтобы мы осуществили свою мечту, но я ни за что не хотела. И именно в LR мы смогли реализовать эту мечту. И даже если у вас уйдет, как у Хольги Ракунато, 10 лет или, как у меня, 15 лет на то, чтобы построить дом своей мечты, это в любом случае того стоит. Так вот, LR является спонсором сейчас для нас. Она нам дарит, начиная с этого года, зубную пасту, мыло, шампунь и помогает нам еще больше экономить. Я люблю нашу компанию и люблю наше руководство в СНГ, которое для стран СНГ нам подарило вот такую акцию. А теперь я хотел бы вам сказать следующее. Не важно, какая новость вам понравилась больше всего. Не важно. Важно то, что будут люди, которые все эти новости реализуют и будут люди, которые, несмотря на все эти хорошие новости, не смогут реализовать ни одной. В чем же разница? Разница как раз в том, о чем дальше говорила Анастасия. Смогли ли мы запланировать и смогли ли мы реализовать тот план? То есть встать и действовать. Сегодня, откровенно говоря, уже третье число и предыдущие два дня я очень много работал вместе с нашими лидерами, чтобы у нас 4 и 5 января прошли больше 30 бизнес дней у нас пройдут в разных регионах, разных городах. Мы работали, чтобы эти бизнес-дни прошли с шикарно подготовленными материалами. И мы их подготовили. Поэтому, дорогие лидеры организации, проводящие бизнес-дни, обратитесь к своим серебряным лидерам организации и возьмите все эти материалы, в том числе те красивые материалы, которые мы используем в работе сегодня. Ну, давайте сегодня я начну с базовых ценностей. Напомню вам, базовые ценности системы 21 вполне возможны для тех, кто только пришел в наш бизнес. Я о них расскажу. Первый базовый принцип системы 21 – это дубликация. То есть, если вы хотите преуспеть, вот здесь многие писали, я тоже хочу дом. Поверьте мне, когда вы окажетесь в моем доме, а вот в мое окружение, серебряные лидеры организации, я, естественно, их приглашаю к себе, и это те люди, с которыми мы будем летом здесь у нас проводить очень такую важную, хорошую встречу, наконец-таки. Так вот, поверьте мне, я сам себе завидую. Я летом буду в гостях у Хольгера Куната. Он меня пригласил на мероприятие в Германии, я тоже завидую. Так вот, если вы хотите всего этого, то вам четко нужно понять, вам нужно повторять то же самое, что делают те люди, которые достигают успеха. Вот дублицирование – это значит, что вам нужно делать то же самое, что делает, говорит Генри Хертман. То же самое, что делает и говорит Андрей Веденев. То же самое, что говорит ваш лидер, ваш серебряный лидер организации. Это и есть дубликация. Друзья, я прошу вас не заниматься творчеством, не заниматься придумыванием велосипедов. Велосипеды бывают разные, но быстрее всех едут те велосипеды, на которых едут те люди, которые уже преуспели, которые преуспевают. Поэтому копируйте сразу ту модель, которая работает. И поэтому четко в системе 21 сразу используйте такие инструменты, как 10 шагов, как руководство по увеличению доходов вместе с ЛР от системы 21. Естественно, все то, что вы слышите на стартовом тренинге, на бизнес-дне – это работа, спонсирование с таким продуктом, как тест-пак, как видео и так далее. То есть вам четко нужно понять, что если вы хотите преуспеть в бизнесе, то мы готовы вам предложить лучшую систему достижений. По факту это лучшая система по результатам. И мы видели это в Германии. Половину сцены российских и немецких партнеров занимали лидеры системы 21. Я вам могу сказать, что тубликация. Вот что вам нужно сейчас намотать на ус. Второе – стандарт. Мы для вас уже приготовили четкие стандартные инструменты. Ничего не нужно придумывать. Вы решили запустить у себя в городе стартовый семинар. Пожалуйста, у вас есть четкие стандартные материалы. Не нужно в них ничего менять. Вы хотите запустить партнера в бизнесе? У вас есть фантастические инструменты. Программа «10 шагов». Стартовый семинар. У вас есть руководство от системы 21 с диском, с материалами. Запускайте пошагово вместе со стартовыми материалами своего партнера. И так далее. Используйте именно то, что рекомендует ваш серебряный лидер организации. Если ваш лидер организации вдруг или лидер группы начинает что-то придумывать, то скажите ему, что надо делать то же самое, что делает наш серебряный лидер организации. Ну, естественно, лидер групп, лидер организации очень чутко реагирует на это. И именно благодаря стандарту возможна дубликация. То есть, если вы делаете что-то нестандартное, вы как-то поособенному начинаете проводить встречу. Вы как-то поособенному начинаете приглашать людей. Мы приглашаем людей и в интернет, и через интернет, и вживую, из холодных контактов. Это все есть в системе 21. Это не значит, что мы вас ограничиваем в методах. У нас есть все методы, но в этих методах мы просим вас четко следовать тем стандартам, которые у нас есть. Итак, дубликация возможна, когда есть стандарт. Когда у вас есть стандарт, у вас есть дубликация, и когда вы можете построить бизнесами таким образом, вы сможете достичь свободы. Вы знаете, удивительным образом 2014 год показал нам следующую вещь. Удивительным образом он показал, что те группы, которые ничего не придумывали, не шли каким-то особенным своим путем, которые действовали точно так же, как действует костяк Система 21, создатели Система 21. эти группы смогли удержать свои обороты, эти группы смогли вырасти, эти группы смогли, эти группы стали крепче. Что же мы видим? Мы видим, что тот, кто как раз не следовал стандарту дубликации, кто постоянно что-то придумывает, кто постоянно идет своим каким-то особенным путем, столкнулся с колоссальным количеством проблем. И здесь, в пример, я хотел бы поставить наши команды в Казахстане, наши команды в Украине. Я хотел поставить в пример группу Андрея Веденева. В частности, посмотрите на то, каких успехов достиг у нас Павел Сидоров, который был признан лучшим лидером организации. Это как раз пример людей, которые действуют согласно системе 21. И именно эти группы в прошлом году стали чемпионами. И в частности, мы говорим о группе Андрея Веденева, которая смогла продемонстрировать колоссальный рост, несмотря на кризис. Да, в другие годы, может быть, мы видели, что какие-то другие лидерские группы задавали темп. Потрясающий рост в 2013 году группы Руслана Шакирова, Александра Мачалова. Мы видели, как также в 2013-2014 году росли фантастическим образом группа Дениса Демина, как росла группа Маланичева, Батуриных, как росли группы Бакатгирея Бесиналия. Но в самый сложный момент, в самой трудной ситуации, именно мы увидели, что вот это четкое исследование, дубликация стандарта, которое все это время показывала группа Андрея Веденева. Это нам огромный с вами, друзья, пример. Посмотрите на открытую квалификацию Андрея Евгения Харольских в Украине. Открытая квалификация серебряных лидеров в организации. Я вам могу сказать, что это как раз стойкость. Стойкость. Так вот, все это даст свободу. Не важно, как хорошо у вас развивается бизнес сейчас. Важно, чтобы он рос все 20-30 лет вашей активной карьеры, 5 лет вашей активной карьеры, 10 лет. Именно это и может дать вам свободу. Если вы строите бизнес без стандарта, сами что-то придумываете, если вы не дублицируете работу своих лидеров, то я вам могу сказать, никогда у вас свободы не будет. Вам приходится каждый раз в сложной ситуации строить бизнес заново. Мне один лидер написал сейчас, сегодня утром, что мы слишком много в прошлом году ездили по регионам, поэтому группа в нашем городе просела. Друзья, она просела по другому поводу. Она просела, потому что вы не смогли построить бизнес, который вам обеспечивает свободу. Пока не смогли. Вполне возможно, нужно время. Вполне возможно, нужно что-то корректировать. Дубликация стоит на стандарте. Стандарт обеспечит вам свободу. Друзья, следуйте базовым ценностям системы 21 и не творите глупостей. Не творите глупостей. Теперь давайте с вами посмотрим на очень важный слайд. Концепция построения крепкой карьеры в ЛР и особенно в 2015 году этот слайд будет иметь важное значение. Кто-то говорит, мы строим бизнес через спонсирование. Кто-то говорит, мы строим бизнес через потребление. Кто-то говорит, мы строим бизнес через продажи и дополнительный доход. Друзья, ни первое, ни второе, ни третье не является правильным гармоничным путем. Гармония это то, когда мы развиваем бизнес и через потребление и через дополнительный доход и через построение карьера это то когда мы своим кандидатом предлагаем и первое и второе и третье это то когда мы своим партнером предлагаем и 1 и 2 и 3 но это это что и мы как партнеры строим бизнес соответственным образом я прошу вас сейчас обратить очень большое внимание на то о чем я сейчас буду говорить Обратите, пожалуйста, внимание на следующие вещи. У нас с вами есть цель. Например, это цель потребления. Видна указка сейчас на экране, друзья? Видна указка? Скажите, пожалуйста, вот я сейчас навел указочку, да? Хорошо, вот я навел указку сейчас. Потребление. Наша цель потребления. Соответственно, и действие тоже должно быть потребление. Спасибо, спасибо. Все, пару человек показали мне, что видно. Спасибо. Следующая цель. Дополнительный доход. Если у нас есть цель, дополнительный доход, вот она цель, цель, то и действия у нас должны быть следующие. Для дополнительного дохода мы должны обязательно потреблять. И мы обязательно должны представлять наш старбокс, наш тестпак нашим кандидатам. Это и есть возможность получить дополнительный доход. Работа с сертификатами, работа с каталогами, работа с тестпаком, работа с таким продуктом, как алоэ веробокс, старбокс. Все это концепция тестирования, которая у нас есть. Можно ли получить дополнительный доход, не потребляя? Друзья, если вы хотите получать дополнительный доход, например, стать младшим менеджером, то я вам могу сказать, что этот путь будет не очень стабильным, если вы не будете сами потреблять. Если вы будете пытаться получать дополнительный доход без потребления. Если наша цель основной доход и карьера, то есть мы уже потребляем, мы уже получаем дополнительный доход, и мы решили строить большую карьеру, то, конечно же, нам прежде всего нужно в действии потреблять, получать дополнительный доход. А кому-то вы демонстрируете тестпаки, а кому-то вы демонстрируете наш старбокс, а кому-то вы предлагаете приобрести, я горжусь тем, что вокруг нас есть клиенты. И это лишь следующий шаг построения основной карьеры. Можно ли строить карьеру, не потребляя? Невозможно. Можно ли строить карьеру, не умея создавать дополнительный доход? Нет. Потому что вы завтра не сможете научить ни первому, ни второму свои группы. Это значит, что вы не сможете заложить очень большую стабильность в свой бизнес. Обратите внимание на то, что именно эти вещи, именно эти вещи должны быть базовыми. Дубликация начинается с того, что вы действуете согласно системе 21. 21. Какая же у нас система? Мы говорим, и Андрей очень хорошо об этом говорил, и Настя об этом немножко затронула, и Андрей всегда об этом говорит. Сегодня, может быть, это не так сильно прозвучало, но основа нашего успеха, это, конечно же, в бизнесе построение первых линий. А для этого нам нужно потреблять, для этого нам нужно обрасти сейчас определенным кругом клиентов, создать дополнительный доход, потому что завтра нам нужно тоже обучать. Ваша группа, вот возьмите тысячу человек, она не может на тысячу человек встать из тех людей, которые строят бизнес. Нет, идеально, если вы посмотрите на, ну давайте как в традиционном бизнесе, идеально, посмотрим, как это может выглядеть. Как это будет следующее? Это магазин, например, в котором есть тысячу потребителей. Вот возьмите магазин, в котором есть тысячу потребителей, там есть 30-40 сотрудников, может быть, в нашем случае это 100 сотрудников, это 100 человек, которые серьезно относятся к бизнесу. Там есть еще несколько сот людей, которые являются такими фанатами, да, и остальные это просто потребители время от времени. В нашем случае все то же самое, когда мы берем тысячу человек, мы говорим о том, что у нас это может быть 100 серьезно относящихся к делу людей. Еще пару сот это те люди, которые занимаются продажами, остальные клиенты, остальные клиенты, может быть у нас 400 человек, которые занимаются продажами, а 500 это клиенты. Но абсолютно точно я вам могу сказать, что вы не можете построить вот такую гармоничную картину, если вы занимаетесь только чем-то одним, только потреблением или только продажами, или только развитием бизнеса. А до скольки будет мероприятие, спросил человек, и вот тут же правильно утолили. Друзья, мероприятие пройдет еще максимум полчаса. Итак, друзья, давайте вернемся к системе 21. Итак, на первом этапе мы видим презентация. Наша задача во время презентации познакомить. Это первый шаг. Дальше, что же нам нужно дальше делать в системе? А дальше мы приглашаем на стартовый семинар бизнес нуля. Давайте я вернусь на шаг назад и сейчас затрону презентацию. В презентации есть, на мой взгляд, три ключевых момента. Первый ключевой момент. Ничего не усложнять. И задавать вопросы. Задавать простые вопросы, которые мы обучаем в нашем руководстве, которые мы обучаем в нашем диске, которые мы обучаем в программе «10 шагов», которых мы обучаем на бизнес-дне. Следующий, второй момент. Демонстрировать видео. Перестаньте заниматься ерундой и рассказывать самостоятельно о БЛР своим языком. Ни один из лидеров не достиг успеха, делая это. Потому что задача на первом этапе – это не выложиться по максимуму и рассказать очень хорошо. А задача – познакомить, прощупать, понять, есть ли потребность улучшать жизнь. И, естественно, третье – это тест-пак. Не готовы отдавать тест-пак? Отдали тест-пак? Нет тест-пака на встречу? Хорошо. Продемонстрируйте простые продукты, такие как крем для рук, как мыло, как скраб. Продемонстрируйте такой продукт, как Starbucks вместе с нашей парфюмерией. Но обязательно познакомьте человека с продукцией. И дальше пригласите человека на стартовый семинар при условии, что ему интересно. Как можно узнать, интересно или нет? Спросите, хочет ли человек узнать больше. Если человек хочет – отлично. Можете его приглашать на стартовый семинар. Итак, стартовый семинар у нас проходит по системе 21. Это значит, что у нас есть билеты для стартового семинара. Это значит, что у нас на стартовом семинаре есть единые слайды. Стартовый семинар на Дальнем Востоке проходит точно так же, как в Калининграде. Он проходит в Алма-Аты точно так же, как, ну, я не знаю, где-нибудь в Новосибирске. И именно поэтому в 2015 году предоставили нашим лидерам целый стандарт. И в ближайшее обучение для младших менеджеров мы будем обучать тому, как проводить стартовые семинары еще лучше. Цель стартового семинара это помочь принять решение, помочь принять решение потреблять, помочь принять решение дополнительного дохода, помочь принять решение строить карьеру сегодня. И, конечно же, познакомить с нашими инструментами, чтобы новички, которые уже стартовали в бизнесе, сразу могли правильно по системе 21 развивать наш бизнес. Каким образом мы с вами можем пригласить человека с первого этапа на второй? Очень просто, как пригласить на стартовый семинар после презентации. Записывайте эту фразу, фотографируйте ее. Я всегда говорю следующим образом, и меня никогда не подводит это приглашение. Через 5-7 лет продукты ЛР будут присутствовать в каждом многоквартирном доме. Каждый будешь встречать автомобили ЛР на перекрестках нашего города. Тебе будут предлагать купить продукты ЛР. Ты будешь ежедневно видеть людей с сумками и пакетами ЛР на улицах. Тебе даже будут дарить подарки от ЛР. Все это может стать и твоим бизнесом. Начнешь или не начнешь, это твое дело. Приходи на стартовый семинар и разберись. Вот билет. Этот билет стоит столько-то рублей. Друзья, вот это важно запомнить, сфотографировать, записать. Это то, чему мы, естественно, будем завтра, послезавтра обучать также на наших бизнес днях. Третий шаг. Это приглашение на бизнес день. Это значит, что после стартовых семинаров, а у нас в каждом городе каждую неделю проходит стартовый семинар, мы приглашаем раз в месяц в вашем регионе, где-то в вашем регионе будет проходить бизнес день. Например, центральный регион это Москва, северо-запад это Санкт-Петербург и Вологда, Череповец. В одном из этих городов. Например, в Поволжье это Ульяновский Казань, например, это Астана, например, это Киев, например, это Днепропетровск, например, это Октабе и так далее, так далее. То есть это центры регионов. У нас есть стандартное обучение на бизнес дне. Мы его приготовили. Пожалуйста, лидеры, возьмите материалы. Пользуясь случаем, предлагаю взять материалы у своих серебряных лидеров организации. Цель обучения на бизнес дне. Вы поймете, наша задача обучить вас стать младшим менеджером. Младшим менеджером. И сегодня у меня нет задачи обучить вас младшим менеджером. У меня есть задача рассказать вам. Мы обучаем тому, как быть младшим менеджером на бизнес дне. Поэтому приходите на бизнес день. Не спрашивайте меня, где проходит бизнес дне. Друзья, обратитесь к своим лидерам организации. Они вам расскажут, где и в каком городе проходит какой бизнес день. Дальше. Показать шаги до младшего менеджера. Итак, на бизнес дне мы обучаем то, как стать младшим менеджером. До этого мы познакомили, помогли принять решение. Соответственно, на бизнес день у нас приходят уже партнеры. Третий шаг это бизнес день. Какой же четвертый шаг? А четвертый шаг это всем, кто стал младшим менеджером. Мы досконально уже беремся за вас и приглашаем вас на Академию Системы 21. Академия пройдет 21 и 22 февраля. Конечно же, в ближайшее время мы опубликуем города, где будут проходить Академии. Конечно же, мы в ближайшее время вам расскажем о том, в какой день, в каком регионе. Но уже сейчас мы можем говорить, что это Санкт-Петербург для северо-запада, что это Москва для центрального региона, что это Ульяновск для всего Поволжья, это Екатеринбург для Урала, это Киев для Украины, это Красноярск для Сибири и Дальнего Востока, это Ак-Тюбинск, Ак-Табе и Астана для Казахстана. Вот, друзья, те города и те регионы, где будут проходить Академии. 21 или 22 февраля целый день один из серебряных лидеров организации, который приедет на ваше мероприятие, он будет проводить Академию, где шаг за шагом будет обучать вас, младших менеджеров, которые подтвердили эту квалификацию в январе месяце, подтвердили эту квалификацию в начале года, мы вас пригласим на Академию. Академию будут проходить каждые три месяца для новых, младших менеджеров, но если кто-то из старых захочет прийти, мы тоже готовы вас пригласить, но основной акцент, конечно же, мы будем делать на работу в новых. Вот как будет развиваться ваша карьера. Друзья, каждый день проводите встречи, каждый день проводите встречи, затем приводите на еженедельные стартовые семинары. Вот простая система действий. Я каждый день провожу встречи и просеиваю. Тебе хочется потреблять? Отлично. Хочется дополнительный доход? Отлично. Хочется бизнес? Отлично. Всех приглашаю на стартовый семинар, если это интересно. Если не интересно, то, соответственно, ограничиваемся предложением потребления или рекомендации, которые я прошу. Тест-пак, проба продукции. Дальше. Всех тех людей, которые у вас прошли через стартовый семинар, приглашаем на бизнес-день. Всех тех людей, которые у вас проходят через бизнес-день, мы работаем с ними, и наша цель – дойти самим и пригласить их на Академию, которая проводится ежеквартально. Простая и дублицируемая система событий, которую вам важно пройти шаг за шагом и проводить своих партнеров шаг за шагом. Основной фокус, конечно же, на ваших ежедневных действиях и на том, чтобы сейчас быть со своими людьми каждую неделю на стартовом семинаре, с новыми кандидатами, быть со своими партнерами, со всеми партнерами на бизнес-дне и со всеми младшими менеджерами, новыми, быть на Академии в вашем регионе. Фокус, фокус, фокус на этих простых действиях с помощью системы 21. Итак, как стать младшим менеджером? Это ваш следующий шаг. Вы уже партнеры, и вы уже проходите бизнес-дни. Мы хотели бы вам рассказать, ну, сегодня коротко, конечно, на бизнес-днях вы подробно об этом узнаете. Как же стать вам младшим менеджером? Самый качественный и прямой путь – это создать первую линию из 5-15 партнеров. Там будут идти люди, которые просто ограничатся потреблением, будут идти люди, которые просто захотят зарабатывать дополнительно, а таких особенно в 2015 году будет появляться очень много. Но будут и те, кто решат строить карьеру и будут продолжать ее строить. Вам нужен выбор. Вам нужна эта гармония разносторонних интересов людей. Именно это и даст вам возможность развиваться в карьере. От 5 до 15 партнеров первой линии – вот что позволит вам стать младшим менеджером. Что же вам нужно сделать? Да, вот план действий будущих младших менеджеров на этот месяц. Настя очень хорошо вам рассказала о планировании, но если вы хотите стать младшим менеджером, если вы хотите оказаться на ближайшей волне академии, потому что это и есть ваш карьерный рост в 2015 году, в том числе до лидера организации, то первое, что вам нужно сделать – во-первых, потреблять 20 и более продуктов от ЛФ. Второе – провести 30 и более презентаций. И во время как минимум половины презентаций передать тест-пак. Вот это те действия, которые вам нужно совершить. Это не значит, что вы можете стать младшим менеджером, потребляя несколько продуктов, не работая с тест-паком и проведя 5 встреч. Это также не значит, что вы можете ограничиться потреблением, или можете ограничиться только тест-паками, или уж тем более просто проводить на сухую встречу, когда вы работаете без тест-паков, вы не потребляете продукцию, вы просто проводите презентации, особенно людям с холодного рынка. Это все не работает. Друзья, хотите гармонично развиваться? Вот ваш путь, вот ваш план, лидерский план, план ключевых людей, которые хотят стать младшими менеджерами на этот месяц. И этому плану я, конечно, вам предлагаю следовать. Я хотел бы задать вам вопросы. Я прошу вас на них ответить письменно сейчас, на ближайшем бизнес-дне, который будет проходить в вашем регионе, не обязательно в вашем городе, мы сейчас, естественно, говорим о том, что вполне возможно в вашем регионе. Итак, задайтесь вопросом, сколько презентации вы проводите в этом месяце? Если меньше 30, нормально, нормально, но все-таки лидерский темп – это 30 встреч. Готовы провести 15 встреч? Тоже хорошо, но 30 – это именно антикризисная модель. Вы знаете, я недавно был на тренинге у одного из своих друзей. У одного из своих друзей. Друзья, в чате не обязательно отвечать на этот вопрос, сколько встреч вы собираетесь провести. Главное, сами зафиксируйте в своем планировщике. Так вот, я недавно был на встрече у одного своего друга, который занимается продажей техники. Это такая серьезная машинизированная техника. То есть представьте себе, что это такие большегрузные машины, там всякие приспособления для подъема оборудования. Ну, такой серьезный большой промышленный бизнес. И меня попросили, ну, немножко поделиться своим опытом. Я обычные друзья в таких вещах не отказываю. И могу прийти и познакомиться. Кстати, очень хорошо, они потом купили наши продукты от ЛР. Тоже, ребята, молодцы. Так вот, я вам хочу сказать, что я был удивлен объемом работ. Точнее, не удивлен, еще раз просто. Я был удивлен объемом работ для ребят, которые зарабатывают 35 тысяч рублей, плюс небольшие бонусы. Ну, обычно там порядка 50 тысяч рублей зарабатывают в среднем ребята в отделе продаж. Вот представьте себе, какой объем работы нужно совершить. Нужно совершить порядка 40 исходящих звонков и 20 входящих звонков. Каждый день. Каждый рабочий день. Работа построена следующим образом. Система фиксирует длительность звонков, система фиксирует количество звонков, кучность звонков. И, естественно, какие-то звонки прослушиваются. Текучка кадров для тех людей, которые не выполняют задания, это моментально. Потому что сейчас найти работу очень сложно. И очень много людей, они с удовольствием придут на такую работу. Гарантированно, если ты выполняешь этот объем, ты будешь получать еще и премии, у тебя соцпакет, ну, в общем, все нормально. Вот представьте себе, что люди в прошлом году это делали, в этом году, в следующем году. И через 5 лет они смогут это делать. Они будут всегда зарабатывать 50, 60, 70 тысяч рублей. Ребята, вы, может, сейчас и не зарабатываете 35, 50 тысяч рублей, там, тысячу долларов, да, сейчас это? Ребят, но если вы будете делать хотя бы вот тот объем, о котором я говорю сейчас, от 3 до 5 следующих лет, вы получите, вы получите тот бизнес, который вас будет обеспечивать до конца жизни. И вам не придется через 5 лет уже работать, может быть, в таком темпе. Ну, конечно, если вы не захотите развивать свою карьеру, серьезно. Поймите, что делая 10 звонков в месяц, вы не занимаетесь бизнесом. Поэтому, если вы хотите стать младшим менеджером, я сейчас все-таки адресую это тем, кто серьезно настроен в бизнесе, то ваша задача как раз это делать. Следующее. Сколько кандидатов вы пригласите на стартовый семинар? То есть это значит, что каждую неделю на стартовом семинаре с вами должен быть кандидат. Что для этого нужно сделать? Нужно провести 5-7 встреч в течение недели. Сколько новых партнеров и партнеров группы будет у вас на бизнес-дне? Это и есть тоже ваш рост. Задавайте по каждому этапу себе вопрос. Анализируйте по этим простым вещам. Будете ли вы на Академии в феврале? Если вы планируете принять участие в Академии в феврале, то напишите «Да, я буду на бизнес-дне». Ну и тогда и планируйте свои действия, исходя из своих намерений. Итак, друзья, а теперь перейдем к конкретике. А теперь перейдем к конкретике. Первое. На базовом этапе, что я вам предлагаю делать в этом месяце? Это не только сейчас звонить всем своим партнерам и рассказывать о потрясающих новостях. Вам сейчас будут высылаться видео, вам сейчас пришлют все материалы, презентации с новостями. Вы можете взять на сайте компании. Я вам хочу сказать, что то, что вам нужно сделать, сейчас это показать личный пример. Январь, февраль, март. 250 баллов. Получите продукты. Ну, друзья из Казахстана, Украины. Простите, я здесь написал в рублях, но в принципе вы понимаете. Первое. Потребляйте, работайте на встречах с тест-паками, делайте объем 250 баллов. Шикарное предложение для тех, кто стартует в этом месяце, это, конечно же, ПАК-21. Потому что ПАК-21, он сразу даст вам возможность выиграть и призы, и подарки, которые есть и в России, и Украине, и Казахстане, которые есть и на международном уровне, и сразу заявить о себе хорошо в конкурсе. Со старт с ПАК-21 в этом месяце он оправдан тысячу раз. Тысячу раз. И, конечно же, он еще и оправдан, потому что вы сразу включаетесь в программу лояльности. Даже если без ПАК-21, 250 баллов, это то, что мы сейчас должны делать. Как личный пример, понимаете? Мы можем болтать сколь угодно много, но когда мы высылаем своим партнерам скан своей закупки на 250 баллов, это лучше, чем любые разговоры. Второй акцент. Это, конечно же, выиграть конкурс в январе и в феврале. Посмотрите, вы получаете алоэ вера бокс, блокнот, четыре бутылки Майнд Мастера, парфюмерия 30-летия ЛФ. Это тот минимум, который вы получаете, когда делаете тысячу баллов. Ребята, не нужно делать это в феврале. Нужно показать всем в январе этот пример. И еще раз хочу сказать, для новых партнеров гарантированно это старт с таким инструментом, как ПАК-21. Предлагайте, показывайте сразу же, что человек кроме подарков получает еще и вот эти фантастические вещи. Для вас сразу, если у вас человек стартует с ПАК-21, это означает 250 баллов личные и вы выиграли в этом конкурсе, вы победили уже в этом конкурсе в январе. Вот что значит показать своим партнерам. Поставьте себе цель до 15-го числа выиграть в этом конкурсе. Поставьте себе цель показать личный пример. Не нужно уходить далеко, это нужно делать здесь и сейчас. Я точно так же, как и вы, собираюсь это делать. И следующее, третье. Третье. Это показать личный пример. Спонсируйте. Станьте младшим менеджером или лидером группы. Вы уже слышали, для младших менеджеров это академии. Академия, где мы вас будем очень серьезно обучать системе 21. К тому, как преуспеть в этом бизнесе. И естественно, лидеры группы, это те люди, которые гарантированно у нас попадают на 30-летие компании. Самое главное событие в жизни лидеров ЛР за последние пять лет и следующие пять лет. Мы можем говорить, что это самое главное событие ближайшего десятилетия. Ближайшего десятилетия. Но естественно, что это адресовано уже тем, кто является менеджером, тем, кто уже близок к тому, чтобы дойти до этой крайне важной цели. Поэтому сейчас мы об этом много говорить не будем. Итак, на первом базовом уровне главное сосредоточьтесь на потреблении. На втором базовом уровне, вот этот фиолетовый, показывайте обязательно, демонстрируйте тест-пак нашей продукты. И это вам гарантированно тоже обеспечит победу в конкурсе. На третьем уровне, конечно же, основной акцент спонсирования и сейчас, в период кризиса, выиграют те люди, которые будут давать людям шанс потреблять наши безопасные продукты, наши качественные продукты и наши продукты, которые еще сейчас дают не только результат, но и по очень хорошей цене. На втором месте, это, конечно, дополнительный доход. В 2015 году колоссальное количество людей, особенно после мая месяца, с представлением новых продуктов, придут просто подрабатывать в ЛР 500 долларов, 700 долларов, 1000 долларов. Я вам могу сказать, что все, кто будут в Берлине, поймут это точно так же, как я сейчас понимаю, что будет много людей, которые просто будут приходить в ЛР сейчас подрабатывать, потому что людям в кризис это очень нужно. И в-третьих, естественно, это те люди, которые в этом году построят колоссальную карьеру. Что мы делаем, дорогие друзья, в 2015 году для того, чтобы вас поддержать? Я вам могу сказать, что в 2015 году вас будет окружать вот эта ерунда. Посмотрите, пожалуйста, на эти красивые картинки. Ну, во-первых, вы будете видеть паническую истерию. Вот видите вот эту девушку, которая кричит про курс валюты, которая кричит про девальвацию, которая кричит про то, что у нас все плохо. Это стоит включить радио, стоит включить телевидение. И этот поток грязи, он просто заливается в наши с вами уши. И когда вы начинаете общаться с друзьями... Знаете, я сейчас общаюсь с разными людьми, которые планировали, например, в следующем году в спортивных соревнованиях выступать в Европе, так сейчас это тема номер один. О боже, о боже, я не могу себе купить велосипед, курс евро поднялся. О боже, о боже, я не могу выехать на соревнования в Европу, курс евро поднялся. Что делать, что делать, что делать? Вот эта вот паника, вот эта безысходность 90% людей. Какая реакция, какая реакция внутри людей происходит? Ну, во-первых, есть часть людей, которая закрывается. Вот у нас сейчас в ЛР есть лидеры, которые закрылись в свою ракушку, и они лидеры, когда было все хорошо. А когда не очень хорошо, выясняется, что лидерские качества нужно проработать. Они замкнулись в свою ракушку и думают, господи, что же теперь делать, может быть это не для меня и так далее. Есть люди, которые начинают не закрываться, но они начинают злиться. Есть люди, которые начинают паниковать, истерить. Есть люди, которые нагнетают себя вот этой отрицательной обстановкой и всем тем, что же нужно делать, что же нужно делать. Друзья, я вам хочу сказать, что самое главное, что вам нужно делать, это держаться тех людей, которые знают выход из этой ситуации. А я знаю выход из этой ситуации. Серебряные лидеры знают выход из этой ситуации. То, что вам нужно делать, это держаться лидером в 2015 году. 90 с лишним процентов людей в этом году будут паниковать, терять деньги, терять работу, терять настроение. 10% людей станут сильнее. 10% людей станут богаче. 10% людей станут умнее, мудрее. 10% людей будут уважать себя больше, станут уверенными. 10% людей смогут создать самые большие состояния. Не верите? Посмотрите на Андрея Евгения Харойски. Не верите? Посмотрите на Наташу Николаеву в Одессе, которая открыла лидера организации. Посмотрите на Сокрешевюка, который... Ой, елки, прости. Которая открыла у нас квалификацию лидера организации в Украине. Посмотрите на Андрея Овчаренко, который открыл бронзового лидера организации в Украине. Посмотрите на наших партнеров в России, которые выигрывают призы. И Павел Сидоров с четырьмя 21% группами по итогам декабря месяца. Вот эти люди. Они показывают пример. Мы с вами, ориентируясь на этот пример, берем самое лучшее. Что вам нужно делать? Держитесь лидеров в этом году. Потому что эти люди вас вытащат. Они не дадут вам сбиться. Кризис начинается внутри. Не позвольте отравлять внешним обстоятельством свой внутренний храм, мир. Все то, что вас будет приводить к успеху. И действия. Вокруг куча людей сейчас увольняется. Куча людей в стрессе. Куча людей в панике. Мы им будем давать шанс. Если вы идете с правильным состоянием и проводите большое количество встреч, поверьте мне, вы придете в этом году к поставленным целям, к поставленным результатам. Самая главная цель – это стать сильнее в этом году. Самая главная цель – это научиться. Самая главная цель – это перестать быть тряпкой и быть сильным человеком даже в тех сложных внешних обстоятельствах, которые вас загнала жизнь. И понять, что параллельно будут люди, которые будут преуспевать. А теперь, друзья, я вам хочу сказать, что мы делаем в ЛР. Мы делаем в системе 21 следующее. Первое. Мы создали серебряный круг. Что такое серебряный круг? Что это за тайное сообщество? Друзья, оно не тайное. Станьте серебряным лидером организации, мы вас по него пригласим. С которыми лично работает Хольгер Кунат и я, ваш слуга Генри Хертман. Хольгер в ЛР преодолел уже не один кризис. Он знает, как расти каждый год. Друзья, у меня тоже есть на этот счет некие предположения. Ну, все-таки, как-никак, президент ЛР. Я могу иногда об этом говорить. И иногда говорить о том, что, друзья, перестаньте заниматься ерундой. Делайте то же самое, что делаю я. Делайте то же самое, что делают серебряные лидеры организации. Серебряные лидеры организации абсолютно равны мне по статусу люди. Абсолютно понимающие. Мы вместе обсуждаем, что делать. Это суперпозитивные мегамонстры. Это люди, которые будут помогать вам реализовать стратегию. У каждого серебряного лидера есть свой лидерский круг, в который входят лидеры группы, лидеры организации. И мы четко обсуждаем, как работать с лидерами групп и лидерами организации. Итак, друзья, если вы еще не лидер группы, ваша задача попасть в лидерский круг, потому что с вами персонально будет работать ваш серебряный лидер. А это значит, что и через вашего лидера персонально буду работать я и будет работать Хольгер Кунат. Дальше. Каждый лидер группы, лидер организации собирает свой круг ключевых людей. Итак, у нас есть три круга. У лидеров групп, лидеров организации есть свои ключевые люди. И точно так же я, как лидер, создал свой ключевой круг и пригласил туда людей, которых я собираюсь в этом году сделать большими лидерами и перевести в лидерский круг. Лидеры уже встречаются со своими серебряными лидерами организации. И естественно, что то же самое делаю и я, то же самое делает серебряный лидер организации в работе с своими лидерами группы, лидеры организации. А дальше, дальше это серебряный круг. Вот три круга силы, которые мы создали в этом году. И благодаря вот этому окружению президентов ЛР, предокружению и тем людям, которые могут войти в лидерское окружение, мы в этом году собираемся вот такими ежедневными, еженедельными коммуникациями прорвать пелену этого кризиса. Я вам гарантирую, мы станем еще сильнее, мы станем богаче, наш оборот вырастет. Ровно через год вы сможете с меня потребовать отчет за эти слова, я вам дам отчет за эти слова. И сделают это не все, это я вам тоже гарантирую. Сделают это именно те люди, которые будут сохранять это внутреннее состояние, будут в коммуникациях с лидерами и будут действовать. Что же делать вам, дорогие партнеры? Вам нужно стать как можно быстрее ключевыми людьми. Кто такие для меня ключевые люди? Это не только те люди, которые действуют согласно портрету ключевого человека, но лично для меня это хотя бы младший менеджер. Мы хотим вам помочь реализовать ваши цели, выиграть конкурсы. Мы хотим помочь вам стать менеджерами, стать лидерами, стать сильными людьми. Если вы хотите стать сильным, уверенным в себе человеком, титаном, человеком, который преодолевает трудности, железным человеком, то войдите в эти железные виды окружения. Итак, друзья, в помощь всем вам, чтобы стать лидерами, мы приготовили не только стартовые семинары унифицированные, не только бизнес-дни унифицированные, а обратитесь, пожалуйста, к своим серебряным лидерам организации за материалами, но мы приготовили еще и 4 убойных вебинара. Сегодня прошел первый такой вебинар. Я думаю, что вы вынесли массу пользы из сегодняшнего. Но 12, 19, 26 мы проработаем три важнейшие темы с тремя лидерами, которые проведут эти фантастические вебинары и помогут вам преуспеть. Итак, друзья, завтра и послезавтра волна бизнес-дней в наших городах. В феврале месяце в начале, следующая волна бизнес-дней, между ними стартовые семинары, ну а 21 и 22 февраля мы проводим волну Академии. Это был важный старт 2015 года. Поздравляю вас с тем, что вы находитесь в великой компании, которую мы сделаем еще более великой. Поздравляю вас, что вы находитесь в команде, самой успешной команде ЛР. Этим нужно гордиться, друзья, перед кандидатами, перед своими партнерами. Но не нужно хвастаться этим перед партнерами параллельных групп. Ну, у них тоже есть свои лидеры, им тоже есть чем гордиться. Я вас прошу, никаких переподписаний из параллельных структур. Мы в этом году станем еще сильнее. Многие люди захотят прийти в систему 21. Но, друзья, у них есть свои системы. Оставьте их в покое. Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Сейчас нужно работать с кандидатами, которые не знают о том, что такое ЛР. Успехов вам, хороших бизнес дней завтра, послезавтра. И добро пожаловать в великую компанию, в великую команду Хольгера Куната и многих тех лидеров, с которыми вы работаете. Успехов!